СПОРТИВНАЯ СРЕДА СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ Набор у нас проходит в несколько групп, точнее в две группы. Это группа дошкольников 4-6 лет, а также группа школьников этой семьи ориентировочно 9 лет. По каким критериям оцениваете детей? Что смотрите в первую очередь, учитывая набор именно? Критерии у нас отбора следующие. Ребенок должен быть трудолюбив, и также он очень должен хотеть заниматься этим видом спорта. А родители должны иметь возможность водить этого ребенка на тренировки. Это парный вид спорта. Как подбираете пару? Да, это парный вид спорта. Ну и часто у нас встречаются и солисты. То есть иногда и соло у нас девочки, и мальчики выступают и занимаются. Но все-таки у нас это парный вид спорта. Подбираем мы по возрасту, по росту и по качеству и уровню танцевания. Теперь поподробнее хотелось бы остановиться на репертуаре. Если можно так сказать, что танцуете, какие танцы? Мы занимаемся спортивные и бальные танцы. У нас существует два направления. Это западноевропейская и латиноамериканская программа. Западноевропейская программа, или по-другому называется стандарт, включает в себя пять танцев. Это медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и быстрый фокстрот. И латиноамериканская программа, или сокращенно часто называют латино, это самбо, ча-ча-ча, ромбо, пасадобль и джаев. То есть мы конкретно вместе с детьми начинаем изучать именно эти танцы. Как много времени нужно для того, чтобы изучить тот или иной танец? Это зависит от уровня подготовки. Соответственно, первые танцы, например, в четыре года, в пять лет они даются достаточно сложно. Соответственно, если дети приходят в семь-восемь лет, они воспринимают информацию намного быстрее и быстрее учат. Но каждый последующий танец, он все-таки учится уже быстрее, поскольку уже есть подготовка ног, подготовка корпуса, подготовка рук. То есть ребенок уже спортивно сложен и готов воспринимать информацию в правильном, нужном русле. Вот если говорить о тренировочном процессе, то как он построен и как проходят тренировки? Тренировочный процесс у нас в данный момент налажен. Мы работаем в полную силу. То есть у нас есть и групповые тренировки, и индивидуальные тренировки, которые включают в себя упражнения по общей физической подготовке, по растяжке. То есть мы занимаемся полностью подготовкой спортсмена к будущим соревнованиям. Вот если взять первую тренировку после набора, что должен при себе иметь спортсмен, ваш ученик, который впервые отправляется на тренировку? Впервые на тренировку он должен иметь чешки, удобную одежду, в принципе, отличное настроение, чтобы заниматься. А все остальное мы уже приобретем чуть позже. То есть дети приходят с хорошим настроением, получают отличный заряд энергии и желание идти дальше и заниматься. Сколько максимально спортсменов можно находиться на площадке на тренировке? Ну, это еще зависит, конечно, от размера площадки, размера зала в любом случае. Но я считаю, что 10-15 человек – это достаточно оптимальное количество детей на тренировке. На что судьи чаще всего обращают внимание на соревнованиях и как оценивают детей? Судьи на соревнованиях оценивают в первую очередь музыкальность, линии корпуса, линии рук, линии ног и также качество исполнения танца. А кто занимается постановкой танцев? Или они стандартные? То есть вот ча-ча-ча только так танцуются и больше никак новшества, нововведения, какие ввести нельзя в него? У нас не постановочные танцы, у нас есть определенный перечень фигурок. Также эти фигуры, они допустимы идут для определенных классов танцевания. То есть для, например, низшего класса танцевания, то есть H-класса, есть определенный перечень фигур. Для следующих Е, Д, С и далее классов есть следующий перечень фигур, которые можно включить в свою вариацию. То есть, соответственно, чем выше уровень спортсмена, тем сложнее у него вариация. То есть это как-то с возрастом, с возрастной категорией или просто… И с возрастом, и с уровнем танцевания. Что касается костюмов, вот как с этим обстоят дела? То есть родители шьют на заказ, где-то централизованно закупают? Или же это фантазия каждого родителя, каждого спортсмена? Родители у нас приобретают костюмы в нескольких местах. То есть либо это специализированные магазины, это интернет-магазины, которые у нас есть в Саранске тоже магазины, либо в ближайших магазинах, там, Поволжье, например. Либо шьют в профессиональных ателье, также на заказ, уже в зависимости от пожеланий, желаний. Соответственно, они, конечно, советуются со мной по поводу фасонов, цвета. Вы как тренер строгий, добрый. Как тренируете своих воспитанников? Конечно, думаю, нужно еще и детей спросить насчет этого. Но я считаю, что на тренировке я строгий тренер, поскольку дисциплина – это самое важное, на мой взгляд, поскольку дисциплина дает организованность, сконцентрированность, сосредоточенность, внимательность и, соответственно, эффективность и результативность тренировки. А вне тренировки я считаю, что я добрый тренер. Вот если ваши подопечные тренировались усердно, то есть на предварительном прогоне, все идеально, но вот какое-то волнение на старте, в соревнованиях, и, допустим, они не первые, а третьи. Вот вы как максималист, который ждете только победы от своих учеников в данной ситуации, будете ли хвалить или найдете какие-то слова утешения, что, мол, не в этот раз, так в следующий. Как вы в такой ситуации поступите? Мы скорее придерживаемся следующей политики, что ребенок должен быть с каждым соревнованием сам по себе лучше. То есть ребенок должен в следующее соревнование выступить лучше, чем в предыдущее. То есть если он выполнил вот эту норму, то значит он справился со своей задачей, и он молодец. Соответственно, то, что первое или третье место, да, может быть ребенку обидно, но если ребенок выложился на 100%, и он станцевал для себя хорошо, то, соответственно, я ругать его не буду. А если не получается какой-то элемент, даете ли вы на дом, скажем так, домашнее задание, чтобы родители под чутким руководством контролировали дома выполнение этого элемента, чтобы в итоге все получилось? Домашнее задание, да, даю постоянно, чтобы, соответственно, дети оттачивали элементы, выучивали какие-то определенные фигуры. Ну, я не могу сказать, что проверяют ли это родители. В итоге потом я сама проверяю и смотрю, кто уже сам занимался. В принципе, дети, школьники, они могут и сами заниматься непосредственно отработкой тех движений, которые необходимы. Вот на ваш взгляд, кто более трудолюбив, девочки или мальчики? Ну, все, наверное, зависит от желания заниматься. То есть есть и трудолюбивые, и мальчики, и трудолюбивые девочки. То есть здесь нет никакого ранжирования. То есть у нас парный вид спорта, то есть и мальчики, и девочки, мы все занимаемся одинаково. Ну, а сейчас настало время нашей постоянной рубрики. Называется она «Блиц». Для вас я приготовила пять вопросов, на которые нужно ответить максимально быстро. Готовы? Постараюсь. Итак, самый зрелищный вид спорта, на ваш взгляд? Конечно же, спортивный и бальный танцы. Какое направление в танцевальном спорте вы предпочтете? Когда я выступала, я предпочитала латиноамериканскую программу. Сейчас в данный момент мне интересны обе программы, и западноевропейская тоже. Какими качествами должен обладать профессиональный танцор? Трудолюбие, желание танцевать и добиваться своего. Самые памятные соревнования для вас в качестве участника? Наверное, все соревнования, где я стояла на педестале и занимала первые места. Ну и последний вопрос, он у нас уже традиционный. Если бы вы не связали свою жизнь со спортом, то какую профессию вы бы выбрали? Мое первое образование экономическое, наверное, работало бы как раз экономистом. Олеся, большое спасибо за беседу. Сегодня не только я, но и наши телезрители узнали еще больше о спортивных танцах. И теперь, я думаю, что отбоя от детишек в вашей секции не будет. Вам же желаю удачи на тренерском поприще. Ну и, конечно, чтобы все запланированные соревнования в 2021 году обязательно состоялись. И ваши ученики радовали вас только победами. Спасибо большое. Я же напомню, в гостях у нас была тренер танцевально-спортивного клуба «Фурор» Олеся Цыганова. Ну а сейчас настало время нашей постоянной рубрики «Мастер-класс». При помощи подручных средств вы можете выполнять несложные упражнения, а также снять процесс на видео и прислать нам на электронный адрес в спортсреда.собака.ntm13.ru Итак, готовы? Вашему вниманию мастер-класс тренера по художественной гимнастике Евгении Курбатовой. Всем здравствуйте! Сегодня я вам покажу совсем несложное упражнение, которое можно выполнять и дома, и на улице. Итак, вращение с обручем. Мы выпрямляем руку вперед и вращаем пять вперед и пять назад. Потом поднимаем руку наверх, вращаем в одну сторону и в другую сторону. Таким можно выполнять упражнение по 20 подходов. Следующее упражнение – броски с обручем. На раз бросок, на два ловля. Две руки мы оставляем наверх при ловле. Также это можно выполнять по 20 подходов. Еще есть у нас одно упражнение – вращение на локте. Вращаем, а вторая рука в сторону. Следующий предмет у нас – булава. Вращение булавы выполняется вперед. Пять вперед, пять назад. Также снизу, пять назад, пять вперед. Мы можем еще выполнять с руками в сторону, сверху вниз. Сверху вниз. Также переводить мельницы вперед. Следующее упражнение у нас – маленькие бросочки. По половинке. Раз, два, три, четыре. И назад. Также по половинке на прямых руках. Удачной вам тренировки и будьте здоровы! Повторяйте упражнения, снимайте процесс их выполнения на видео и присылайте нам на адрес спортсреда.собака.ntm13.ru И мы обязательно покажем ваше видео в специальном выпуске программы «Спортивная среда». Но сейчас представляем вашему вниманию обзор спортивных событий, в которых приняли участие спортсмены региона 13 за неделю. В Уфе завершился чемпионат России по легкой атлетике «Спорт слепых». Воспитанник спортивно-адаптивной школы Евгения Швецова, перспективный стайр-средневик Илнур Керимов, тренирующийся под руководством Александра Юртаева, стартовав на дистанции до полторы тысячи метров, в упорной и изматывающей конкуренции сумел завоевать бронзовую медаль. Команда «Саранскабель» Мордовия «Сшор» одержала первую победу на проходящем в Тамбове в финале Первой лиги чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Подопечные спортивной школы Олимпийского резерва по баскетболу и волейболу Республики Мордовия под руководством наставника Виктора Матвеева со счетом 3-0 обыграли команду волейбольного клуба «Обнинск». В Коломне завершились всероссийские соревнования по шорт-треку Кубок Союза конькобежцев России, в которых принимали участие все лидеры сборной страны. В Мордовию представляли спортсмены отделения шорт-трека ГАУРМ «Ледовый дворец». На дистанции 1000 метров у женщин Анастасии Жиганова показала 16-й результат. На дистанции в 1500 метров Анастасия также расположилась на 16-й строчке протокола. Еще одна представительница региона 13 Светлана Тюленева заняла 30-е место. У мужчин на дистанции 1000 метров Кирилл Винокуров показал лучший результат среди мордовских спортсменов, заняв 44-е место. В смешанной эстафете на дистанции в 2000 метров сборная Мордовии в итоговом протоколе расположилась на 9-й позиции. В Саранске прошли первые соревнования по киберфутболу FIFA 20. Поиграть в виртуальной реальности собрались 32 участника. В этом году из-за особых условий этот вид спорта стал более актуален. Благодаря современным технологиям теперь за любую команду можно не только поболеть с трибуны, но и поиграть, управляя игроками при помощи джойстика. По итогам турнира победу одержал Сергей Шаменков. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следующая среда обещает быть не менее спортивной. Оставайтесь на НТ. Субтитры подогнал «Симон»